Дорога пала жертвой новостроек. Во время дождя подъехать к 47-му дому по улице Гастелло проблематично. Дорогу, которую больше 20 лет не ремонтировали, последний асфальт потеряла во время стройки соседних домов. Видите, дома новые. Когда строились эти дома, весь транспорт двигался по нашей территории, то есть было все разбито. Хотелось бы, конечно, организовать здесь парковку для автомашин, подъездные пути. Долгожданная дорога появится здесь в ближайший месяц. Такой ответ получили жители во время встречи с представителями приемной президента страны и администрации Самары. Дорогу отремонтируют с двух сторон от дома, приведут в порядок стоянку, установят бордюры. Начало работы предполагают 31 мая и окончание работы до 25 января. То есть сразу доложат, тем более в контакте будем и с заявителями, и с общественностью. Еще одна просьба жителей проложить асфальтовую дорожку от подъезда к проезжей части. План ремонта доработают с учетом этих пожеланий. Покажите, пожалуйста, жителям, представителям жителей план, который будет организовывать, для того, чтобы вот эти мелочи, которые связаны с дорожками, были учтены. Следующим пунктом, куда отправилась мобильная приемная президента, оказалась еще одна дорога на улице Академика Павлова, рядом с 20-й школой. И этот участок ремонтировать будут полностью. Организуют тротуар со стороны школы, приведут в порядок проезжую часть, завершить работы планируют до августа. А вот с обустройством спортивной площадки на улице Осипенко не все так гладко. Старые турники здесь демонтировали пять лет назад. Новый проект предложили частные инвесторы построить футбольное поле и площадку для воркаута. Но жители решили, футбольных площадок поблизости и так хватает. Нужно ставить турники и для детей, и для взрослых. Мы, конечно, очень рады, что нас услышали. Эта площадка требовала ремонта. Она была заасфальтирована, но понятно, что уже и покрытие было повреждено, и оборудование. То есть здесь, конечно, жители никоим образом не были против. Действительно, она требовала обновления, но чтобы именно восстановили то, что было. Ориентировочно работы начнутся летом 2017 года. Марина Кравцова, Григорий Блешаков. События. Марина Кравцова, Григорий Блешаков.